Карьерный трамплин госслужащих Ивано-Франковского гурсовета уличили в том, что многие получили свои должности, имея весьма сомнительный опыт. Как именно им удалось попасть на работу в мэрию, расскажут наши корреспонденты. Патронатная служба особый отдел в Ивано-Франковском гурсовете. И не только потому, что расположен рядом с кабинетом мэра. Несмотря на небольшой штат, всего 8 человек, за полтора года здесь успели поработать около 70. Такая вот кузница кадров. Это ее руководитель Виктория Дротянко. Чтобы расспросить о специфике работы подразделения, съемочная группа подробностей ждала чиновницу у кабинета несколько часов. Причины на это у Виктории Дротянко действительно есть. Недавно подробности рассказали, как при скромном служебном окладе чиновница за год сумела приобрести дорогую недвижимость. Офисное помещение в центре города и двухкомнатную квартиру. И хотя пообщаться с Дротянко нам не удалось, объяснение безумной популярности патронатной службы мы все же нашли. В законодательстве. Оказывается, это единственный орган, куда попасть на работу можно без конкурса и отбора. Всех принимает и увольняет лично городской голова. И основное, несколько недель пребывания здесь позволяют потом попасть вне конкурса на любую другую должность. Активисты рассказывают, патронатная служба стала так называемой транзитной зоной, откуда стажеров переводят на должности директоров департаментов и управлений. Они проходят через институты стажирования патронатной службы местного конкурса. То есть, неделю-два стажируются и без всякого конкурса призначаются керовать жизнью города. И по таких ключевых направлениях. Карьерным трамплином стала эта служба и для директора департамента градостроительства и архитектуры. Но рассказать, чему успел научиться за две недели, Дмитрий Нижник не хочет. Вы возвращаетесь за комментарием, что я не могу комментовать. Это решение, это не моя личность. Это решение соответствующих, в данном случае, кто принимал такие решения. Впрочем, утверждать, что в Ивано-Франковске горсовет назначает сотрудников исключительно без отбора тоже нельзя. За полтора года на конкурсной основе были назначены 30 человек. Правда, среди них нет ни одного начальника или директора. Ольга Иванченко, Жанна Дучак. Подробности телеканал Интер. Ивано-Франковск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова